Всем привет! Сегодня какое число, Валера, у нас? По-моему, сегодня 16-е уже. Сегодня 16 октября, и... Что вам сказать-то? Сегодня погодка, кстати, более-менее солнечная, ну, по крайней мере, сейчас, потому что последние дни, наоборот, всё небо было затянуто. Ну, точнее как, последние два дня было всё не очень хорошо. Сейчас более-менее тут голубое небо, вот, видно, видите? Небушку голубое проступили, и проступило. И, кстати, это, я сделала небольшой список, о чём надо купить-то. Самое основное. У нас кончился стиральный порошок, кончился кондиционер или белья, вообще всё кончилось. Особенно нужны ватные диски. Вот, и сейчас около 11 часов утра, по-моему, мы с Валерой поедем в Глобус. Вообще, я думаю, что мы поедим там, потому что, да, мы ничего не поели. Кстати, хочу вам сказать об очень сочетании клёвом, если вы хотите... Вот кто знает, в Макдональдсе есть чай пряный латте, называется пряный чай латте. Правильно, да, Валер, так? Итак, продаётся он в Маккафе, то есть не в самом именно вот Макдаке, где булки, а где пироженки уже всё-таки, кофеёк. И стоит он, по-моему, 120 или 130 рублей. И на вкус, знаете, такое ощущение, что, ну вот, в общем, чай, очень сладкий чай. Туда добавлено что-то слегка такого, знаете, вкус как будто корицы, то есть вот именно пряность вот эта. И всё это с таким, как сказать, с пенкой такой, с мощной, короче, очень сладкая такая штука. И чем-то напоминает по вкусу, как будто этим можно лечить горло. Вот если вы хотите дома провернуть подобную фишку, ну, точнее, похожий вкус, нужно взять чай Хейлис Christmas Mystery, такой оранжевенький он. Нужно взять молоко и мёд. Вот вы завариваете этот чай. Такой Хейлис сейчас. Хейлис? Ой, Гринфилд. Гринфилд, точно. Чай Гринфилд, Christmas Mystery берёте, завариваете. Мёд, кстати, добавляете никогда у вас горячий, потому что в горячий мёд нежелательно. Разбавляете всё это молоком дело и уже туда ложку мёда бухаете. Всё это перемешиваете и получается очень похоже на пряный чай лад, как в Макдаке. Леонидович, ты всё? Да. Ну, давай. Я сегодня, кстати, вот в своём довольно-таки стареньком уже свитшоте с солёнком Бэмби. Ну, точнее, просто оленёнок, но написано здесь Бэмби, вот. Мне кажется, сколько уже, наверное, года два с половиной точно к этому свитшоту. И он, кстати, кажется, как будто он выцвитшен, а на самом деле нет, просто он такой сам по себе и есть, бледный. Мне он очень нравится, я ещё когда работала в парикмахерской, я в нём часто выходила на работу. Вот такая вот у меня курточка, кстати, она у меня из... откуда она у меня? Блин, я не помню. По-моему, он Страдивариус, вот эта куртка. А у тебя откуда куртка? Вон умер. Мне, кстати, тут писали, мол, такое ощущение, что ты заставляешь Валеру там сниматься, да? Типа, пацан, жалко пацана уже, пожалей ты в конце концов. Хочу официально заявить, что Валерий Леонидович не против сниматься во влогах, просто он, ну, любит поговняться. Вот, а насчёт того, там мне пишут челлендж совместный, снимите то-сё, это, пожалуйста, я вам скину под видео ссылку на страницу ВКонтакте Валеры, засорить ему личные сообщения с просьбой, чтобы он всё-таки снялся. Я закрою что-либо. Сказал, что закрою что-либо. Не закроешь. Не закрою. Нет. Да. Нет. Кисана, дай я тебя сниму. Можно я тебя сниму для влога? Кисана, ну я не буду затырить, я вижу, что это домашнее. Хе-хе. Слушай, ты тварь, иди. Погодка хороша сегодня. Чуешь? Чуешь. Много ли нам осталось вот с такой погодкой? Мне кажется, нет. Надо уезжать. Угу. Да? Надо. Надо уезжать. Блин, заляпнут тут меня. Валера смотрит в интернете схему. Там около нашего дома просто строят несколько новых, высоких таких, сколько там, девять, наверное, этажей точно, да? Девятиэтажки? Лучше. Ну, короче, больше десяти этажей. Два уже построили такие, они уже достаточно высокие. И вот, напротив, в нашем доме еще хотят сносить старый двухэтажный, деревянный. И вот мне интересно, будут ли там еще один строить или просто отделаются площадкой для детей? Потому что если они там построят дом, то моя комнатка и бабушки, ну, вот эта комната, которая на той стороне, она солнечной, можно будет сказать до свидания. До свидания можно будет кать солнышку. Вот, и это была чуть ли не единственная, наверное, отрада в нашей квартире, когда я заходила в свою бывшую комнату, хоть там у нас сейчас и завал, но я все время там сижу, крашусь, в общем, уалет там работает. Я радовалась, захожу, там солнышко светит, вообще солнечная страна, это зашибись. Вот если сейчас гады там будут строить дом, можно просто будет собирать манатки, искать новую квартиру. Потому что я не намерена прозябать. Все время в тени. В голоде, в голоде и вообще ужас. Ну, что в голоде? Ну, в голоде. Вот. Фу, трактор напердел. Вот это вот весь спектр металлопрокат. Какой ты вонючий, гад, а? Вер. Что? Поведай. Нет, Вер меньше. М? Веду, сколько, меньше. Про пьюдипай расскажешь. А что про ее расскажешь? Простевался маленько. Над сайт, например, знакомств, грузов. Ты не хочешь фоточку на сайт знакомств добавить? С рыбой? Плечи рядом с рыбой в красном платье. Не хочешь? Давай с тобой вместе. Ты рыбу возьмешь, я рыбу. Оба оденем красное платье, сфоткаемся, ляжем. А что нет-то? По-моему, козырно. Подсессия. Вон банановый. Какой сочелу взять? А есть вон тропический сантал. Какого хочешь? Банан возьмем? Нет, ты какого хочешь. А вот смотри, вот банан есть. 52,90. 400 сезона. Давай вот этот? Ну, бананананас. А, ну давай его. Стоп, так это говняный. Почему говняный? Потому что это сантал. Ладно, давай. Банановый сантал. Что там, Валерий, еще взял? Красный. Сицилийский апельсинчик? Красный. В общем, мы затариваемся для дома. Взяли для прочистки труб, чистин сток для любых видов труб. И для чистки стекол, кстати, от самого глобуса. Сейчас придем и все будем чистить, да? Самого дешмана. Да, мы обычно берем все самое недорогое для чистки. Лучше пожрать, взять нормально. Да, лучше. Да, пожрать, потому что все равно потом вылетит. Как вылетит, так и вылетит. Все, я не снимаю, как мы бумагу туалетную покупали. Не снимай, наоборот. Туалетная бумажка. Валерочка. Смотрите, какие щеточки зубные. Ты, наверное, детский, да? Да, с нуля до троплет. Помнишь? Маленький, ты, милый. Помнишь на этом канале? Смотрели, где чуваки себе нас чистят? Сбоку. Да, вчера смотрели. А вот это моя. Черненькая. Она такая в стиле эмо. Эмо. Черно-розы, потому что. Вот так там снимай. Нет, там из-под лобби. Что еще? Нам нужны еще ватные диски? Паспорт. Все, гаси. Нет. Гаси. Перейдем в прямой репортаж. Паспорт. Здесь очень много лочков дешевых. Не хотите помазать? Не желаете помазать? Скажи. А? Скажи, как ты меня сейчас обзывала. Я сказала, что Валера похож на Робин Гуда в этой шапке. Посмотрите, скажите, что реально это так. Робин Гуд. Купи мне другую. Я все равно иду такая и говорю. Купи мне другую тогда. Я не буду. Вот ты Робин Гуд вообще. Говорю, ну и Робин Гуд. Он такой, обзываешь меня, обзываешь. Потому что взывал. Я говорю, я тебя еще не обзывала. Он такой, а ты меня обзываешь. Значит, за глаза. Как я тебя за глаза обзываю, Валера? Мне интересно. Я тебя Робин Гудом в глаза обзвала. А за глаза еще как-то похлеще. А за глаза каким-то Робин Верблюдом тебя назвала. Да? Расскажи про бабку в автобусе. А, сейчас. Сейчас я сначала скажу, куда мы идем. Мы держим путь сейчас на пункт выдачи Boxberry. Или на снимочке. Это как-то официально будет. Пункт выдачи Boxberry это, в общем... Ну, когда вам не на почту присылают вещь, а на пункт выдачи, и вы идете, ее тут загребаете. И мне присылал в сайте withhelp.ru здесь. Прислали конфетки Jelly Belly. Всех вкусов, по-моему, да. Потом там прислали, значит... Пойдем. Пойдем. Еще Bean Boothled там прислали. Или Bean Boothled. Кто как говорит? Bean Boothled, по-моему, правильно. Меня на скафм сегодня спросили. А ты пробовала Bean Boothled? Я такая... Бузол, думаю, не, еще пока не пробовала. Сейчас мы все это дело заберем. Валера пошел со мной, потому что, наверное, там не особо легкая эта коробочка. Хотя, кто знает, в прошлый раз была не очень легкая. А еще сегодня... Ну ты расскажи про бабку, Валер. А что, я не знаю. У тебя лучше выйдет. Нет, я уже забыл всю суть. Нет, ну, в общем, мы ехали когда в глобус на 24-м автобусе. Ты же говоришь. Ну расскажи, ты. Ну ты же про нее заикнулся. Да, просто дурно. Ладно, тут все. Георгий рассказ. Да, в общем, ехали на 24-м автобусе. И уже начали подъезжать практически к глобусу. Вот. И автобус поворачивать не туда подальше, куда надо завернуть, а перед, наоборот. То есть, ближе к нему, типа. И там какая-то бабка встала у выхода с тележкой такой на колесиках. И такая, установите, пожалуйста, здесь. Установите здесь. А там он проезжал, где вообще нет остановки. Там вот прям, короче, основная дорога. Там нельзя вставать вообще. Остановите, остановите. Ее никто не слушает. У меня там какая-то тихихардия. У меня там болит, щемит. Сердечный приступ. Что ж вы не можете старому человеку остановить? Он едет дальше, знаешь. Доезжает до остановки. Она уже вся там переплевалась. Мол, как так? Не остановил, где нужно. Где нужно, не остановил мужик. Где нужно ей. Вся, в общем, недовольная. С какой-то бабкой они там орались. В общем, когда все вышли, она еще шла. И потом это все оглядывалось. И что-то там буро дало. Да, плакать показывал. Вот так вот, да. Вот пошли выделись. Хотя у них всего лишь сумочка на колесе маленькая была. Хочется спросить, если вам нужно, чтобы останавливали вас там, где вам нужно, почему вы не ездите на такси? Фига ты залезла в автобус? Автобус останавливать на остановках. Для всех правила одинаковые. Не, может, конечно, кто-нибудь там на светофоре бывает тормознуть, да? Ну, в городе, если не на большой какой-то дороге там. Бывает такое. Ну, там реально такая дорога, что там нельзя было вставать. И она все такая обиженная-забиженная. Где мне надо? Где мне надо? Куда так далеко попер? Куда так далеко попер? Бедная я там. У меня там ртутное давление и все дела. Какой? Ртутное. Вот, это наш парк после ремонта. Все равно он такой. Но все равно он такой сизый какой-то, да. Вот здесь делали велосипедную дорожку. Вот узенькая. Я сейчас хотела предложить Валере по типам не надо. Подняла, что сикербашка нам будет. И колесон прямо в лоб. Выдержнули уже, смотри. Уроды какие-то. Да, там есть вот фонарики подсвечивающие. Горки уже начали выдергивать. А вообще, кстати, вот эта аллея моя любимая все парка. Практически пришли к месту назначения. Какие диски? У меня гатарка. Дайте перейти дорогу. Ёпта, переход. В конце концов, торчила. Ну и все, вообще ничего нет. В общем, пункт выдачи находится вот там, от мурики. Сейчас, надеюсь, нормально все заберем. Ну давай. Все? Все. Давай, пока. Все, в общем. Ее забрали в бокс. Держи. Вот, Валерий Леонидович сейчас понесет на дом. Валерий Леонидович, это презентация. Я его сейчас сожру по дороге. Ну что, я поеду к родителям, может, сразу? Сколько сейчас времени-то? Три, десять. Четвертый час. Сейчас я маме звякну и спрошу, что делать. Вот, смотри, здесь тени как клево смотрятся. Да. Какая-то романтик коллекшн. Да? Только из пакета. Все, мы идем обратно. Домой. И сейчас будем открывать то, что мне там прислали. Но видео я буду снимать на днях. То есть, не в ближайшие три дня. Я бы сейчас сожрал, конечно. Сейчас мы только пустим слюни. Даже Джелли Белли. Мы с Валерой очень любим эти конфетки. Скажи. Особенно Валера. Он вообще любит. Я бы сейчас сожрал сейчас. Всякую химозную дрянь-то есть. Да? Лучше расскажи сейчас. Сейчас, да. Я хотела, в общем, распечать, купить. Ну, не журнал, а там такой пакетик с Hello Kitty. И там что-то в нем лежит. Набор для творчества какой-то. Вот, 250 рублей стоит. Вот. А у меня деньги только на карточки я хотела. И ждала, когда он откроется, потому что там перерыв был. Ушла продавщица. Подбегает, в общем, сколько там? Три девчонки? В общем, сначала три девочки. Приезжали? Вроде давай фоткаться-то все. Вот, потом, пока я тут с ними подбегать, еще двое. Потом, блин, еще трое. В итоге, не знаю, человек шесть, мне кажется, точно был. Если не больше. Да, может, человек семь-восемь. Хорошая жесть. Все перефоткались с Валерой. Фотографировались тоже, девчонки. И Валер такой стоит. Это потому что мне это не нравится. Замер. Я не по себе как-то. Он стесняется, да. А, ему не по себе, я вам сказал. Вот, и так. Да. У меня еще раз взяли автограф. Блин, это так звучит жестко. У меня взяли автограф. Как будто я какая-то, блин, кальминалка или мадонна. Это жесть. Ну, вообще нормально. Мадонна. Сейчас мы идем домой. Переходим дорожку. Сейчас я буду доедать свой Цезарь салат, который еще не доела. Банановый сачок. Банановый сачок. Банановый сачок надо выпить. И сделать этот. О, мы же купили чаек какой-то. Чайка сейчас надо сделать с медом и с молочком. Вот. И, кстати, для влога я сегодня снимала уже достаточно много. Поэтому надо что-нибудь завтра еще доснимать и уже соединять. Вот. Кстати, сказали девчонки некоторые, что давай-ка влоги вроде почаще. Валера, что ты можешь об этом сказать? Надо чаще влоги или нет? А что, снимай. Ну, то, что есть категория зрителей, которые мне пишут, что... Да ну нафиг твои влоги, давай уже лд, лд, лд. Вот мне, если честно, очень напрягают такие комментарии. Как будто я свой канал создала только для лд. Пошло дело. Да. Я решила сделать вскрытие. Пусть у меня во влогах будет иногда предварительное вскрытие. То, что, ну, я забираю там с почты, что я получаю. А уже в видеокамере, в видеокамере уже будет все более конкретно. Смотри, пришла как всегда. А это пришла. Скрывай тоже. Посмотреть пришла, что здесь такое. Тут Наташе что-то принесли. Это оценщик товара. Вдруг там будет что-нибудь, что можно мне называть. Как ты ее называл-то? Как? Кошундрочка? Нет, что, типа оценщик товара или как-то там. До этого. Оценщик товара? Ну, что-то такое. Не знаю, не помню. Итак, что здесь, значит, находится? Здесь находится... Здесь находится... Смотри, как здорово шляпа. Да. Есть вот такая вот игра в Bean Boozled Jelly Belly. Она большая. Здесь, в общем, стрелочками крутишь якобы. Кто что съедает, и съедаешь. В общем, такая какая-то штука. Вот такие три пачки Bean... Ой, Jelly Belly. Это просто фруктовые, по-моему. Candy здесь написано. Да. Вот это с фруктами. Блин, давай уже скорее снимай. Я хочу все сожрать. Сейчас. Как ты сейчас это сожрешь, если мне это для видео еще надо? Я имею в виду на видео, снимай. Jelly Belly Classic Cocktails. Здесь Pinnacolada, Daiquiri, Mojito, Pitch Bellini и Pomegranate Cosmo. Вот такие. Вот такая есть. Вот такая у меня вторая пачка, да. Bean Boozled тоже. Значит, первую можно сожрать сейчас. Нет, все для видео. Да е-мое. И последняя! Вы посмотрите на эту! Посмотрите! Ёпта! Ну, на самом деле, она только пачка здоровая. Там же мало всего. Здесь 50 вкусов. Видели? Вскрой! Смотрите сзади, сколько вкусов. Посмотрите. Да вскрой! Да не буду я это вскрывать. Это для видео. Но ты же все равно не будешь есть сейчас. Просто вскроешь фольгу и все. А ты сегодня не начнешь вечером у меня таскать хочешь? Да? Валер? Нет. Начнешь. Да не буду я. Не буду вскрывать. Не буду. Смотри, сколько вкусов. Видите, как много? А здесь вот есть, кстати, еще... Здесь вот есть лакричные. Да? Да, это отстойчивые. Во! Лакрица. Тварь поганая, ненавижу. Все, будем захалывать. Ну, это я приготовила для видео. На видео я буду пробовать вот эти два и вот эти три пакетика. А вот это мне для челленджа. Вот, все. Все, всем спасибо, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте большие пальчики вверх. Так надо говорить. Да. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот влог. И если вы хотите, чтобы влоги выходили чаще, то тоже ставьте большой палец вверх. А если еще вы хотите, чтобы Валера снялся со мной в челлендж, то тоже ставьте большой палец вверх. Если вы этого хотите, то почините нам фотоаппарат. Валера. Валер. Дисплей не работает. Дисплей. Нужно собрать деньги. Я ставлю номер Киви кошелька. Кидайте скулья. У меня, блин, в ухо опять начало стрелять. Пять тысяч надо собрать. Все, включай. Сегодня 17 число, и я только что сняла видео, и мы с Валерой тестируем конфетки. Я, кстати, на видео не показала. Здесь есть со вкусом, как его, блин. Валер, как твой любимый вкус называется? Корица. Вот, вот это вкус корицы. Это обалденный просто вкус. Знаете, прям. Реально, корицу ешь. Даже такая более жестенькая. Ядрененькая. Офигенный вкус. А еще вот эта вот лакрица. Мы с Валерой ее терпеть не можем. Но давайте я ради вас на влоге съем лакрицу. Лакрица, кстати, по-моему, очень ценится в Германии. В Германии очень много людей, которые считают корицу, что это офигеть какое райское наслаждение, удовольствие. И вообще очень вкусно. На самом деле это ужас. Хотя, знаете, я пробовала корицу и намного противнее. Валер, слушай, здесь корица... Ой, лакрица не такая уж противная. Она знаешь, на что похожа? Она очень похожа на корицу, но более сладкая. Попробуй. Корица, она такая более ядрененькая. И как будто и кислинка в ней присутствует, и перец. А в лакрице она как будто сладкая и сверху приперченная. Попробуй. Валер. Давно не было обзора на покупки из Глобуса. Валер, ты придешь вставлять комментарии свои? Нет. Нет? В общем, это сок сантал. Кстати, в этот раз апельсиновый. Обычно мы берем банановый нектар. Смесь здесь есть овощная. Обычно мы берем гавайскую или американскую, или мексиканскую. А это смесь с шампиньонами для жарки называется. Здесь даже кусочки картофеля есть. Еще я взяла шампиньоны. Шампиньоны я сейчас буду в мультиварке с лучком пережаривать. Ну, точнее, тушить. Далее, значит, что тут из такого еще не вредного? Вот есть сок красная вишня, огурчики и помидорчики, конечно. Потом еще я люблю брать периодически вот такую вещь, как белая дача весенний микс. Правда, дорого стоит. Этот пакетик стоит 100 рублей, 99,90. Но это так вообще охрененно и вкусно, что это очень хорошо. Потом Валер нашел вот такие вот стрипсы, типа как наггетсы, но это на самом деле стрипсы. Я захотела попробовать пацан. Далее орешки чака-чака. Вот вкус Африка. Это коктейль ореховый оригинальный. В общем, там с приправой. И он очень своеобразный такой идет. И еще где-то тоже чак-чак тут была, только другой вкус. Потом юбилейное печенье, как всегда, просто очень много. Салат Цезарь. Это мой любимый, кстати, салат Цезарь именно из глобуса. Он очень классный. Молоко Пармалат 1,8. Также йогурт Фругурт со вкусом клубники. Его, кстати, достаточно долго хватает. И он довольно-таки недорогой. Вот такой хлеб для вкусного сэндвича. Написано для вкусного сэндвича. Хэрис. Еще, значит, что тут есть. А, взяла для видео вот такие штуки. Называется Kids World Halloween. Вот. Видите, здесь типа тыковка. А вот это вот с драконами. Kids World Dragons, в общем. Сыр, как всегда, пармезан. Потому что мы любим пармезан. Еще вот такой сыр. Ой. Беконом для... Этих, как его там называют-то? В общем, для бутеров. Потом нашли вот такую штуку. Снэк Лэнд крабовые шарики. Я люблю все, что связано с крабом. Поэтому шарики крабовые надо попробовать. Еще нашла вот такую штучку. Здесь нарисованные, как видите, ну, вроде бы не монстра эти. Как это? О, Господи. Призраки, да. Призраки, чудище. Monster Munch называется. Кетчуп. Со вкусом кетчуп. Я не раз таки не пробовала. Надо затестить. И еще есть такой фигни, которая на самом деле фигня. Вот такой вот краб. Хрустящие снэки. И я взяла вот... Сейчас, подождите. Вот еще сыр президент Ассерти. Yes. Ну и вроде все. А, нет. Еще из фигни Валера взял вот. Паприка микс. Это, по-моему, чипсы. Но не обычные, а кукурузные. Да. Это кукурузные чипсы. Вот. А, кстати, вот про такую я говорила. Вот чака. Еще Индия есть. Вот видите, Индия и Африка. Чака-чака. Вот.